Планета. А где космонавт? Космонавт покажи. Вот он, космонавт. Несмотря на юный возраст, годовалый Артем точно знает, кто такой космонавт. Тем более, что эту картину писала его мама. Наталья Никос живописью занимается с детства. На эту экспозицию выставила сразу три работы. Рисовать, рассказывает мама художница, приходилось урывками, пока спит малыш. На одну картину, выполненную акварелью и пером, у женщины ушло около четырех дней. Я заливала фон акварелью, и потом уже, отключая голову, может быть, где-то включая голову, начинаешь фантазировать, что-то само приходит. Цветовая гамма тоже в зависимости от темы, если у нас это космос, у меня такая цветовая гамма ассоциируется с космосом. Работы, исполненные в технике декоративной живописи, графике и других, на выставку «Мне бы в небо» представили 12 авторов. Художники показали свое видение космоса, космических аппаратов, самолетов, портреты реальных людей. Один из участников даже изобразил памятку пассажиру. Ну, это у нас художник Николай Рыбак, его, к сожалению, сегодня нет. Он всегда немножко с иронией так показывает какие-то такие жизненные ситуации. Ну, вот в этот раз он показал стюардест, как они обычно борются за чистоту и так далее с пассажирами. Выставку «Мне бы в небо» открыли специально ко дню космонавтики. По словам организаторов, она будет особенно интересна тем, кто коротает время в зале ожидания аэропорта. Посмотреть на работы художников можно будет до 12 мая. Но и это еще не все. В преддверии Дня космонавтики на территории Благовещенского аэропорта появился 12-метровый макет ракеты-носителя «Союз-2.1а». Официальное открытие монумента запланировано на 17 апреля. Ольга Сысой, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова